Первая леди российской спортивной журналистики снова в Воскресенске. Наталья Кларк, как и год назад, встретилась с молодыми и очень любознательными ребятами нашего города. Юные спортсмены и журналисты задавали звезде Матч ТВ самые разнообразные вопросы. И далеко не все касались профессиональной деятельности Натальи. Например, какие качества в человеке раздражают больше всего? Больше всего почему-то раздражает невоспитанность и хамство в любом процессе. На дороге хамство, в магазинах хамство. И вообще я считаю, что и вы в том числе, и мы, и взрослые, и вы, дети, как-то должны всегда помнить о том, что мы люди живем в одном обществе и должны друг друга уважать. Искренне и невероятно увлекательно Наталья Кларк рассказывала ребятам о своем детстве. О простых вещах, которые могут порадовать. Как справляется с критикой в свой адрес? Как повторное прочтение любимых книг меняет отношение ко многим событиям? Вместе обсудили тему компьютерных игр и их роль в профессиональном спорте. И, конечно, много и интересно говорили про хоккей и Воскресенск. С Воскресенском, на самом деле, у меня очень много приятных моментов связано. Во-первых, Воскресенск, если я не ошибаюсь, в том году в хоккейном плане тоже не подвел и завоевали чемпионство в высшей хоккейной лиге. Всероссийской теперь уже, да, называют. Спасибо за подсказку. Я, на самом деле, тесно связана с Воскресенском еще и по работе. Были некоторые моменты, когда в Воскресенской школе, в том числе, было непросто поднимать общественность, обращать внимание на какие-то проблемы. Это тоже часть деятельности журналистов. И слава богу, что у нас сейчас есть возможность через социальные сети еще как-то привлечь внимание. Я вообще считаю, что Воскресенск в каком-то смысле не достает вот этого внимания, потому что здесь пять обладателей кубков стены, да, у нас в итоге. Ну, вот сейчас, на данный момент, это город, который должен и, ну, не обязан, а гордиться своими воспитанниками. И, казалось, для этих пытливых и амбициозных юных воскресенцев просто не существует неинтересных тем. Любознательность – это прям то качество, которое я очень ценю в детях. Потому что, когда им интересно, есть куда развиваться, есть куда идти. И нам, взрослым, есть что думать над тем, что им предложить, чтобы им было интересно. Поэтому и новые книги, и новые игры, и вот различные развлечения, и досуг вот в их жизни, мне кажется, это тоже такая, ну, сторона, которую нужно постоянно развивать, и над ней нужно работать. Ребята долго не отпускали именитую гостью. Каждый основательно готовился к беседе. Наталья Кларк – спортивная телеведущая канала «Матч-ТВ». Я знаю о ней очень давно, потому что «Матч-ТВ» я достаточно часто смотрю. Сама занимаюсь спортом, хоккеем. На прошлой встрече я не была, потому что до этого я журналистикой не занималась, начала недавно заниматься. Ну, я очень довольна, что я смогла попасть на эту встречу. И какая же встреча без подарков. Наталья Кларк называет своей отдушиной писательскую деятельность. И в этот раз журналистка презентовала свою вторую книгу «Дневник чемпиона». Кстати, сюда вошла история воскресенского боксера Юрия Зинченко. Он поведал ее Наталье случайно во время ее предыдущего визита в наш город. «Рассказал свою историю. Просто говорю, занимался боксом. Пришел заниматься в секцию бокса спортклуба «Химик» в 1974 году. Жил я в поселке Виноградово. Это от Виноградово-Скресенска 13 километров. Я опаздывал на электричку. И чтобы попасть на тренировку, я эти 13 километров пробегал. И потом уже начал заниматься боксом серьезно. И уже впоследствии уже просто сам бегал на тренировку вот эти 10 там, ну чисто 12 километров. И вот бегал. Чисто по привычке. Чисто по привычке. Но книга не единственный сюрприз, который подготовила Наталья Кларк юным воскресенцам. Спортивный репортер «Матч ТВ» объявила творческий конкурс, который обязательно понравится всем, кто любит сочинять истории про спорт или увлекательно излагать события из жизни. Будет целый состав жюри, который определит лучшую работу, очерк, рассказ. Естественно, мы хотим, чтобы это были рассказы или очерки, или пусть даже повесть, или просто там небольшое сочинение про спортивную жизнь. Если мы увидим вот такую вот действительно талантливую историю, талантливый посыл, то за первое место человек, ученик, школьник получит приз в размере 100 тысяч рублей. Подробнее о конкурсе вы можете узнать на сайте и в соцсетях нашего телеканала. Юлия Теунова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.